Всем доброе утро. Рад всех вас видеть. И в который раз рад, что PHP Framework Days собирает такую большую аудиторию. Это приятно. Это показывает, что мы становимся все более открытыми, обмениваемся опытом, растем профессионально и обрастаем новыми связями. Это круто. Значит, комьюнити у нас не умирает, и PHP живее многих других. Тема сегодняшнего доклада — Domain Driven Design. Я постараюсь объяснить просто о том, почему это сложно. Меня зовут Дмитрий Науменко. Я один из мейнтейнеров фреймворка E и работаю в компании HiQDev. Давайте начинать. Тема на самом деле очень глубокая, и если брать каждый элемент, который мы будем сегодня рассматривать, его можно выделить в отдельный большой доклад, который тоже займет 40 минут. Но я постараюсь рассказать о всем этом как можно более просто и дать основное понимание того, как это выглядит. Будет много кусочков кода, но они будут легкими для понимания. Я буду их комментировать. Многие вещи будут действительно упрощены для ясности. В реальности, возможно, и однозначно оно будет сложнее, но до этого еще нужно дойти. Тайминг 20 секунд на слайд. Я буду кликать быстро. Успевайте слушать и смотреть. Поехали. Первое слово в термине Domain Driven Design — это Domain. Что такое Domain? Это, в принципе, сущности и действия какого-то нашего реального мира, бизнеса, который мы как-то хотим автоматизировать и отобразить в нашем коде. Собственно, примером домена на сегодня будет счет на оплату. Это такая довольно простая вещь, с которой мы многие знакомы и можем понять, как оно работает. И от этого будем рассматривать весь наш сегодняшний доклад. Домейн Дривен Дизайн — это, в принципе, набор подходов, который помогает нам формализировать знания о домене и отобразить их в коде. По сути, мы этим всем занимаемся, но Домейн Дривен Дизайн дает некоторые свои способы это сделать и по Домейн Дривен Дизайну. Работа с любым доменом начинается с того, что мы анализируем предметную область и составляем требования. То есть это то, что бизнес хочет получить на выходе. В этом нам помогают доменные эксперты. Доменные эксперты — это те люди, которые непосредственно относятся к бизнесу, который ставит задачу автоматизации, и они знают, как он работает изнутри. Они, скорее всего, будут опускать какие-то очевидные для них, но совсем не очевидные для нас детали. И они, скорее всего, могут не быть техническими специалистами, то есть не знать ничего ни о программировании, ни тем более о Домейн Дривен Дизайне. И это факт, мы с этим ничего не можем сделать, но для нас это очень ценный ресурс. Только они могут дать нам те знания, которые нам нужны для выполнения работы. И вот мы приходим к доменным экспертам, и они говорят, что домен наш работает так. Мы создаем счет, потом добавляем в него товары и выставляем этот счет клиенту. Наши задачи — это добыть знания о домене, понять, что они вообще хотят от нас, выделить общие случаи из частных. То есть они, скорее всего, будут говорить о каких-то частных случаях, нам нужно это обобщить. Понять, что из сказанного лишнее. Да, безусловно, многие вещи, которые они упомянут, будут нам нерелевантны. Но и было бы неплохо научить их изъясняться на нашем языке, чтобы они сразу там сказали, ну, типа, вот это таким паттерном сделайте, тут Mongo, тут MySQL. На самом деле не получится, нужно научиться изъясняться на языке домена и создать из этого единый язык домена. Это те термины и формулировки, которыми вы будете оперировать как внутри команды, так и при общении с заказчиком. Это поможет, во-первых, называть вещи своими именами, во-вторых, иметь единую терминологию. То есть не называть для клиента одни вещи одними именами внутри команды другими. Это поможет не путаться. Ну и, конечно же, когда мы получаем какую-то информацию, вот создаем счет, добавляем в него товары, выставляем счет клиенту, нам нужно извлечь какие-то данные, которые скрыты. Какие есть характеристики счета, что может быть товаром и так далее, и так далее. Это все нам не скажут. Нам нужно эти знания по чуть-чуть добыть. И в конце концов мы, наверное, придем вот с самого начала, добыли какую-то базовую информацию, придем к какой-то такой структуре. То есть у нас есть таблица клиент, в ней ID, логин, email, invoice, который должен быть связан с клиентом, имеет определенный статус. В invoice есть множество товаров. И, собственно, товар – это идентификатор, имя и стоимость. Но мы все знаем, что такое MVC. Поэтому начнем мы, скорее всего, если мы начнем проект, не сильно задумываясь над тем, как мы его делаем, начнем как-то так. Мы делаем action create, в нем достаем клиента, достаем итемы, потом создаем, собственно, invoice, заполняем его поля, клиент, статус, итем, сохраняем его, потом уведомляем о том, что invoice был создан, и, в общем, отработали. Но приходит бизнес и говорит, ну, само собой, товары-то можно в счет добавлять, и можно из счета их удалять, но только если счет еще не выставлен. Ну, окей, мы делаем action add item, который тоже принимает invoice, item ID. С задних рядов код хорошо видно? Отлично. Находит invoice, находит item, и в случае, если статус не равен new, то выполняет какую-то работу, иначе не выполняет. Ну, добавляет, собственно. Ну, окей, оно будет работать. И, в принципе, в этом есть, на самом деле, довольно много преимуществ. Вся логика рядом, она помещается, ну, в лучшем случае, на один экран, со временем, конечно, на несколько экранов, иногда на много экранов. Но легко понять, что происходит. Нет ничего лишнего, и достаточно низкий входной порог. Вы человеку объяснили, ну, там вот контроли-реэкшены, там вот, короче, фигач. И дописать еще пару-тройку if-ов не проблема, и это будет работать. Даже есть такой паттерн, называется transaction script. Но есть некоторые недостатки вот такого подхода. Во-первых, на самом деле мы все смешали. Мы смешали бизнес-логику, мы смешали извлечение данных, и рендеринг этих данных, это не очень удобно в поддержке. Соответственно, это довольно сложно переиспользовать. Если у нас сейчас есть создание через API-запрос, но мы захотим сделать еще через консоль создание, или через веб-форму, нам придется, наверное, этот код закопипастить. Тесты. Да. Дописать еще пару-тройку if-ов, и будет, ну, просто нереальное месиво, которое сложно поддерживать. И тут приходит очевидное решение. А давайте мы вынесем логику из контроллера в модель invoice. И тут приходит такой холивор, да, что должно быть у нас. Большой контроллер, тонкая модель, или тонкий контроллер, толстая модель. И тут у всех разное мнение, но давайте… А, кстати, кто считает, что должен быть толстый контроллер? О, прикольно. Слушайте, а PHP-то становится все круче и круче. Но то, что мы начали делать, называется table-driven domain model. То есть мы начали строительство нашего приложения с того, что мы сделали для него базу данных. Но мы не сделали объектов, которые будут отображать логику домена. То есть мы сделали хранение, но не сделали работу с ним. То есть модель данных равна модели домена. Соответственно, каждый объект модели представлен таблицей в базе данных или какими-то связями между таблицами. Объекты вроде как описывают эти связи. И это все называется active record. Есть определенные плюсы, конечно. Это минимум для старта. Мы все понимаем, как оно работает. Очень простой интерфейс. Низкий порог вхождения, безусловно. Нет никаких лишних преобразований. Их делает для нас фреймворк и тот RM, который мы используем. И если у вас приложение это простой крут, то есть вы создаете новости на сайте, возможно, вам больше не нужно. Не нужно наворачивать сложность там, где ее не должно быть. Многие современные фреймворки предоставляют легкую работу со связями в active record. И это тоже преимущество. Но есть и минусы. Их довольно много. Первый минус и самый главный это то, что мы имеем жесткую связь модели данных с базой данных. Кроме того, изменение таблицы приводит к изменению кода. Мы не можем поменять структуру базы данных, не поменяв везде код. И привязка типов данных к типам столбцов тоже может доставлять некоторое неудобство, потому что не всегда мы отображаем данные так же, как их храним. Соответственно, если нам нужно использовать разные источники данных и наполнять ими одни и те же модели, у нас такое не получится. Пример. Например, инвойс после того, как выставлен, он складывается в документоориентированное хранилище и там уже не имеет никаких релационных связей. То есть он остается для истории, так как есть с теми ценами, которые были на момент его перенесения и так далее. Ну и, соответственно, больше логики, сложнее поддерживать. Если копнуть еще чуть глубже, то это еще и нарушение сингл-респонсибилити, так или иначе. Но MVC не об одном актив-рекорде. M — это на самом деле большой мир. И давайте опустимся в этот мир, забудем на время и о базах данных, и о контроллерах, и вернемся к тому, как же это вообще складывает все в кучу в домен-древендизайне. Как было сказано, домен-древендизайн — это некий набор подходов для того, чтобы переносить знания о домене в код. То есть в код, не в базу данных. В базу данных мы перенесем их попозже. И вообще это все началось еще в далеком 2003 году, когда Эрик Эванс выпустил известную так называемую Big Blue Book «Domain-Driven Design – Tackling Complexity in the Heart of Software», где он объяснил свою идею домен-древендизайна. И, в принципе, с тех пор во многом она так и остается актуальной. Да, появились некоторые вариации, как его можно компоновать, но идея остается. И есть некоторые описанные концепции в этой книге, с которыми… с некоторыми мы уже познакомились. Мы уже узнали, что такое domain, ubiquitous language, domain experts. И у нас предложены некоторые шаблоны проектирования, которые помогают нам работать с этой моделью домена нашего. Среди них entity, value object, aggregate, repository и service. Кроме того, есть еще некоторые вещи, которые описывал Эрик Эванс, такие как bounded context, invariant, но это уже несколько сложнее. То есть мы не успеваем это обсудить во время нашего доклада, но если вам это будет интересно и вы захотите попробовать домен-древендизайн на своем проекте, я вам очень рекомендую с этим разобраться и почитать книгу целиком. Она вам будет очень к месту. Так вот, сначала объекты и их взаимодействие. Базу данных сделаем как-то потом. И мы будем рассматривать пример рефакторинга нашего приложения на примере так называемого onion architecture. Это луковая архитектура. У нас будут слои. Слои, оборачивающие друг друга. Основная идея в том, что у нас запрос идет от внешнего слоя к внутреннему, проходя через слои. Верхние слои могут знать о ниже лежащем, но не могут знать о том, кто находится сверху. Ну и перепрыгивать через слои тоже нежелательно. Это все описано как рекомендация. Если вы их нарушите, скорее всего, в черную дыру код не засосет. Но, вероятно, что-то пойдет не так. Так вот, domain layer, который очерчен жирным кругом, это как раз та зона, в которой у вас будет представление вашей предметной области в коде. И там нет знаний ни о базе данных, ни о фреймворке. Они там не нужны. Давайте поговорим более подробно о domain-модели, которая все-таки находится в самом низу этой диаграммы. Там находятся у нас как раз те сущности, которые представлены в вашем домене. Entity. Entity — это такой паттерн, которым вы будете описывать индивидуально существующие элементы домена. Что это значит? Это те элементы домена, которые определяются не по значению, а по идентификатору. То есть у вас может быть два одинаковых человека с одинаковым именем, но они будут иметь разные идентификаторы, потому что это реально разные люди. И мы с помощью Entity описываем те сущности, которые будут непрерывно и однозначно определяться на протяжении всего своего существования по идентификатору. Допустим, мы определим две такие сущности. Item и Client. Будет у нас идентификатор имя стоимости описания у позиции товара, и, соответственно, у клиента будет идентификатор, имя, адрес и телефон. Если мы выразим клиента в виде такого Entity, у нас будет приблизительно такая штука. Набор каких-то свойств и конструктор, который их принимает, после чего может завалидировать и назначить эти свойства. Тогда создание будет выглядеть как-то так. Мы создаем объект клиент, генерируем какой-то идентификатор и заполняем фамилию, имя, отчество, адрес и телефон. Но к имени, адресу и телефону мы предъявляем какие-то требования. Домен предъявляет какие-то требования, бизнес предъявляет. Это целостность, это валидация, это типизация. Для нас желательно иметь какую-то типизацию. И тут нам приходит на помощь такой паттерн, который называется ValueObject. Это штука, которая не обладает идентификатором. То есть, если у вас есть один человек с одинаковым именем, второй человек с одинаковым именем, но вы используете ValueObject, программа их не отличает. Для нее это два абсолютно одинаковых человека. Соответственно, это описывает элементы домена, которые полностью определяются свойствами. Они неизменяемы в ValueObject, неизменяемы после того, как вы их создаете. И как раз они нам нужны для типизации и структурирования данных. Если мы создадим ValueObject, который называется адрес, мы в него положим свойства country, city, zip и lines. Lines – это строки почтового адреса, как на конверте пишем. И описав это в виде класса, мы получим приблизительно такое. То есть, снова-таки набор свойств. В конструктор мы их принимаем, назначаем через валидацию. Ну, а валидация, соответственно, попробовала провалидировать, получилось, вернула. И после этого мы объект client уже представляем в другом виде. Name, address и phone – это у нас не просто строки, а это у нас объекты. Получили такую схему. Мы name и phone тоже развернули, как и адрес, в отдельные ValueObject. Соответственно, создание перешло уже в какой-то такой вид. Мы создаем клиента, передаем до идентификатора и описываем имя, адрес и телефон. В этот момент нам очень важно понять отличия между entity и ValueObject. Допустим, у нас есть 500-гривневая купюра. Как вы считаете, 500-гривневая купюра – это entity или ValueObject, если мы ее будем описывать? Кто считает, что это entity? А кто считает, что ValueObject? Мнения разделились, и это совершенно нормально и правильно, потому что вопрос в том, нужно ли нам отличать две купюры одного номинала. Если вы кассир, вам это не нужно. У вас стопка купюр, вам все равно, какую отдать. Для вас это ValueObject. Но если вы эксперт-криминалист, то вам нужно отличать их по идентификатору. На каждой купюре есть номер. Для вас это entity. Всегда спрашиваете у домена, для чего это ему нужно, у бизнеса спрашиваете, и отображаете это так, как нужно бизнесу. Aggregate – это следующий уровень. Это собирательная сущность, которая всегда считается единым целым. Она как раз состоит из ValueObject и entity, которые мы обсудили только что. Она так же, как и entity, определяется по идентификатору. И самое главное ее свойство – это то, что она является границей транзакции при изменении данных. То есть если вы производите какое-то изменение над агрегатом, который содержит в себе ValueObject и entity, то либо все изменение проходит успешно, либо все неуспешно. Другие элементы домена не могут ссылаться на внутренности агрегата. Еще раз, агрегат – это граница уникальности для entity. Если вы хотите, чтобы один entity был в двух агрегатах одновременно, в нашем случае мы объявили, что клиент – это entity, но на клиента может быть создано несколько счетов. Соответственно, если мы хотим, чтобы один клиент мог фигурировать в нескольких счетах, он у нас превращается в агрегат. То есть схема остается та же, но мы просто считаем, что вот этот клиент – это агрегат. Давайте перейдем к инвойсу. Сейчас он выглядит следующим образом. Есть идентификатор, клиент и строки этого инвойса. Мы идем к бизнесу, и бизнес нам говорит, для каждого товара может быть в счете больше, чем одна единица. Мы уточняем, нужно ли нам учитывать валюту, можно ли меньше целой единицы продать, а можно ли больше, какие единицы измерения, еще и еще десяток вопросов для того, чтобы вы понимали, в какую сторону вам нужно идти. И собрав информацию, мы получаем такую схему, что у нас инвойс содержит в себе клиента и некий массив line items. Line item – это строка в счете, которая имеет в себе ссылку на сам item, стоимость и количество. Также у нас появился value object money, который имеет в себе какую-то сумму, сколько это будет стоить, и валюту. Как это будет выглядеть в коде? Мы делаем агрегат item, описываем там набор свойств и назначаем их, получая из конструктора. Ну и дальше реализуем get-reset, которые нам нужны. Есть некоторые основные идеи. Мы в конструктор отправляем обязательные свойства, которые нам нужны для агрегата. Все, что не обязательно, мы отправляем в сеттеры. То есть если наш агрегат может существовать без позиций счета, без строк счета, мы можем их добавить потом, если не может, в конструктор. И закрыто для изменения все, что не должно быть изменено по логике домена. Если вы не можете у счета изменить клиента после создания, вы для этого и не делаете никаких доступных возможностей. Сейчас это выглядит так. Мы создаем item, даем ему какое-то название, указываем валюту и стоимость и описание этого итема. Как будет выглядеть value object line item? Line item – это у нас снова-таки два свойства. Item и quantity, которые мы принимаем через конструктор и назначаем. Аналогично делаем get-reset по необходимости. И теперь давайте это все соберем в агрегат invoice. Так, мы получаем снова-таки набор свойств. В конструкторе у нас домен говорит, нам обязательно, чтобы был клиент. Наша техническая обязательная часть – это идентификатор. И дальше мы реализуем get-er для ID клиента. Они могут быть изменены после, сеттеры нам не нужны. Get-er и set-er для строк этого счета. И get-er и set-er для статуса счета. Как выглядит сейчас работа? Создали item, указали quantity, создали invoice, поставили ему статус new, добавили в него строк. Строки мы создаем путем создания объекта line-item, передавая туда item и quantity. И, допустим, если нам приходит бизнес и говорит, что нужно уметь менять позиции в счете, мы реализуем это как-то так. Мы создаем another line, создаем новый object, line-item, и в invoice проставляем новые строки. Но чем вот это, что мы сейчас реализовали, отличается от того, что было с ActiveRecord. То есть мы писали раньше, просто обращались к публичным свойствам, теперь мы методы для чего-то сделали. Зачем оно нам нужно? То же самое со статусом. Как были строки, так и остались. Что это? Это называется anemia-модель. Об этом также рассказывал Эрик Эванс. Это такая ситуация, когда модель вроде как отображает связи. Вроде как у нее есть get-er и set-er для свойств, но самая главная проблема – это то, что модель не описывает действия и логика домена. То есть она просто является структурой данных. Для структуры данных у нас есть value-object. Давайте сделаем наш агрегат таким, чтобы он действительно представлял работу домена. Например, что мы можем сделать со статусом? Есть такая штука, называется state machine. Это паттерн такой. И у нас бизнес говорит, что статус заказа может перемещаться из нового в processing или rejected, из processing в delivered или rejected и так далее. Это мы все можем описать с помощью паттерна state machine. Выглядит это как-то очень просто. У нас есть абстрактный класс статус, в котором есть массив имен классов, которые могут быть следующими после текущего статуса. И метод canBeChangedTo, который проверяет, может ли быть новый статус, который мы передаем, изменен на… может ли текущий статус изменен на новый. То есть мы проверим в массиве next, есть ли это имя класса. Ну и, соответственно, если статус… у нас было требование, что если статус не new, то мы не можем изменить содержимое заказа. Соответственно, мы реализуем метод allowsModification, который будет возвращать нам true или false. Допустим, мы сделаем new статус, который будет просто иметь массив классов, из которых… массив классов, которые может быть изменен этот статус. И в инвойсе мы реализуем метод changeStatus. Это действие из бизнеса. Бизнес говорит, мы меняем статус заказа. Мы это реализуем в коде. ChangeStatus. Мы получаем новый статус. Проверяем, может ли быть текущий статус изменен на новый. Если не может, exception. Если может, меняем. Аналогично делаем с добавлением позиции в наш счет. Если можем добавить позицию, если текущий статус разрешает… Если не можем, точнее, exception. Если можем, добавляем. Но что мы будем делать в методе removeLineItem, когда мы хотим удалить строку счета? Закопипастить ту же самую проверку? И exception снова бросать? Есть такая идея, которая очень сильно помогает минимизировать этот код. Мы можем в абстрактном классе статус добавить еще два метода. Первый метод ensure can be changed to. И ensure allows modification. Что нам это дает? Мы сначала вызываем просто метод. Если мы не можем изменить, мы получим exception. Иначе он void, он ничего не делает. Тогда код может быть существенно упрощен. ChangeStatus сократится до одной строки на проверку статуса. AddLineItem тоже до одной строки. И то же самое мы сделаем в removeLineItem. Соответственно, работа уже немножко изменена с этим классом. Теперь мы не просто устанавливаем статус как строку, мы теперь работаем с ним как с объектом, объектом на менной области. Мы создаем новый счет, добавляем в него строку, изменяем статус. Но как это все сохранить? ActiveRecord или есть какой-то способ в DDD. В DDD предложен такой вариант, как репозитории. И у репозиториев есть некоторые плюсы. Сейчас мы разберемся с плюсами и минусами и посмотрим, как это может быть реализовано. Репозитории у нас описываются интерфейсами. То есть в вашей доменной модели вы описываете интерфейсы для тех репозиториев, которые могут быть представлены. Соответственно, интерфейсы у нас не зависимы ни от базы данных, ни от каких-либо других особенностей реализации. Соответственно, нам не интересна ни структура базы данных. Мы можем репозиторию реализовать для нескольких баз данных в зависимости от нашей потребности. Это удобно протестировать, и это хорошо ложится в идею domain-driven design. Сейчас мы поймем, почему. Но есть некоторые минусы. Это довольно сложно со старта, особенно если вы раньше работали с ActiveRecord или писали руками SQL-запросы. Входной порог для этого на порядок выше. И нужно будет подумать о гидрации, то есть о том, как преобразовывать данные, которые вы получили из базы данных, в объекты непосредственно. Но мы, в принципе, уже закончили с уровнем доменной модели и решили, что там у нас находится client, line-item, invoice, item. Переходим на следующий уровень репозиторий интерфейсов. Интерфейс репозиториев. Собственно, на этом уровне у нас есть только интерфейсы без реализации. И репозитории мы делаем только для агрегатов, потому что иначе не имеет смысла. Мы не можем ссылаться на то, что находится внутри агрегата. Нам не имеет смысла делать репозитории для какого-то айтема, который находится внутри агрегата. Интерфейс может выглядеть каким-то таким образом. Мы делаем функцию findById. addInvoice и updateInvoice. И реализация invoice репозиторий интерфейс будет уже находиться выше на инфраструктурном слое, за пределами доменной модели. Нам она не важна. Там будет реализация тонкостей работы с базой данных. С базой данных реализаций может быть несколько. И, например, мы сделаем SQL invoice repository, который будет реализовать этот интерфейс. Ему для того, чтобы работать, нужен connection к базе данных. Это нам тоже на доменном уровне не нужно. Это мы сейчас смотрим то, что будет на инфраструктурном уровне. Мы пока перепрыгнули на шаг выше, чтобы посмотреть сразу, как это выглядит. Мы говорили о том, что invoice – это у нас агрегат. И говорили о том, что агрегаты транзакционны. Соответственно, мы оборачиваем операцию create в транзакцию. После чего создаем в таблице invoice в базе данных какие-то строки. Вот одну строку с invoice. И дальше проходимся по line item этого invoice и создаем необходимые связи. Работа выполнена. Action create сейчас мог бы выглядеть уже как-то так, попроще. То есть у нас есть client repository. Мы обращаемся, находим клиента по идентификатору, создаем invoice. С этим клиентом устанавливаем статус. И с помощью invoice repository добавляем этот invoice. Сохраняем наш invoice в базу данных. И возвращаем его в идентификатор. Нашли, создали, добавили, вернули. Но тут есть некоторые проблемы. Во-первых, мы перепрыгнули через несколько слоев, что не рекомендуется. И в контроллере все еще у нас остается какая-то логика. И что будет из нескольких точек входа мы сделаем? Вот это у нас API-контроллер. Может быть консольный, может быть еще какой-то. Скорее всего, придется закопипастить. Тесты, да, с тестами уже попроще, но все равно придется тестировать контроллер. Это не очень удобно. Закончили с уровнем интерфейсов для репозиториев. И поднимемся выше, на уровень интерфейсов сервисов вашего домена. Что такое сервисы домена? Вообще, на уровне сервисов домена вы будете описывать те интерфейсы, которые будут вам помогать работать с моделями вашего домена. Ваши сервисы, они stateless. То есть они не могут хранить никакую информацию во время выполнения, кроме той, которая им нужна во время конфигурации. Вы сконфигурировали его один раз, все, нет возможности сохранять в этом сервисе вашу модель, на которой вы выполняете операцию. Сервисы могут обращаться к репозиториям и другим сервисам. И они как раз будут помогать нам уносить всю логику из контроллеров. Интерфейс сервиса может выглядеть каким-то образом таким. То есть у нас есть интерфейс сервис, инвойс сервис интерфейс. Есть методы create, есть addline item, который принимает идентификатор, идентификатор айтема и количества. И методы для отмены и процессинга этого инвойса. В общем-то это все, что у нас будет находиться на доменном уровне. Мы уже выходим за его пределы, на уровень инфраструктуры. И вот как раз на уровне инфраструктуры мы будем реализовывать все те репозитории и сервисы, которые мы описали. Инфраструктурную логику. Там у нас будет отправка почты, возможно, уведомления какие-то, логирования и так далее. Там у нас будет работа с базой данных, контейнером инверсии, зависимости. И пример реализации инвойс сервиса будет выглядеть как-то так. Мы реализуем интерфейс invoice service interface. Принимаем в конструктор client-repository interface и invoice-repository interface. В методе create мы сначала достаем нашего клиента, после чего создаем invoice. И с помощью invoice-репозитория мы создаем этот invoice. Тогда invoice-контроллер уже будет намного проще. Он свернулся, по сути, до двух строк, но можно в одну поместить. Добавим немного проверок в invoice-сервис. Допустим, мы когда отменяем платеж, мы должны сначала найти invoice. Если его нет, то вернуть null, потом изменить статус, потом обновить. Но если update вернет false, то нам нужно вернуть null. И это похоже на месиво. Это частая ошибка, с которой встречаются разработчики, когда начинают писать на DDD, потому что DDD очень сильно пропагандирует идею правильных эксепшенов. Идея правильных эксепшенов в том, что методы или делают работу, или бросают исключение. Нету ретюрнов, которые возвращают какую-то ошибочную информацию. Соответственно, об эксепшенах не стоит забывать предупреждать в PHP-доках. И название класса эксепшена должно четко описывать проблему. Например, modification prohibited exception. Мы должны по названию эксепшена понимать, что произошло. И тогда reject может быть существенно упрощен, потому что метод или отработает, или выбросит exception. Например, в начале нам домены эксперты сказали, что реакцией на смену статуса должна быть отправка письма. У нас есть несколько вариантов, как мы можем это реализовывать. Мы можем или записать события при изменении. Мы можем сделать это в виде событий, но идея в том, что мы можем записать события, когда мы изменяем модель. Событие будет представлено специальным классом. И обработка события должна произойти после того, как мы сохраним все изменения. Потому что мы можем вроде как сделать что-то, что породит событие, а потом во время флоу сохранение что-то сломается, а письмо-то уже ушло. То есть сначала сохраняем, убеждаемся, что все нормально, что транзакция пошла. Потом выполняем все разные события. Мы можем сделать ивент-трейд, который будет очень простой. В нем будет массив ивентов. В нем будет функция registerEvent, которая будет добавлять какой-то ивент в этот массив. И releaseEvents, которая будет высвобождать сохраненный ивент. Это все, что нужно, чтобы работала подобная система. Используя этот трейд, мы можем после того, как мы изменим статус в инвойсе, зарегистрировать ивент класса invoiceStatusWasChangedEvent, передать туда, собственно, текущий invoice и статус, который был изменен. После чего мы можем в invoiceService, который реализовывает invoiceServiceInterface в нашей функции reject, после того, как мы выполним апдейт, когда мы убедимся, что тут не вылетел exception и наши данные сохранились в базу, с помощью ивент-диспетчера мы можем сказать, обработай те ивенты, которые скопились в нашем агрегате. И вот туда пройдет и отправка почты и все остальное. Но это будет описано на вашем инфраструктурном слое, то есть в модели домена это не имеет никакого значения. Реальная ситуация из жизни, что действие требует много параметров. Например, в client-сервисе, когда нам нужно изменить адрес, мы должны получить идентификатор этого клиента, и страну, город, почтовый индекс, строки. Неудобно, потому что нам нужно это все вот так вот и менять количество параметров метода в интерфейсе, потом реализовывать заново кучу… изменять реализацию уже реализованно, ломать обратную совместимость – нехорошо. В таких случаях есть несколько вариантов. Мы можем или создать объект-адрес в контроллере, но это нам не очень подходит, потому что мы перепрыгнем сразу через несколько слоев. Контроллер в самом верху, а объект-адрес, который мы описали в самом начале, наш value-object, он в самом низу модели. Не подходит. Можем передавать массив свойств. В принципе, рабочий вариант, но есть небольшая проблема – то, что мы никогда не знаем, что в этом массиве может быть, и если мы хотим проверить, а что же нам приходит из этого массива, или что мы можем в него передать, нам придется искать все места, где он используется, и искать все возможные варианты. Поэтому есть такой вариант написать еще один класс, и этот класс называется data transfer object – DTO. DTO – это используется для того, чтобы передавать данные между слоями нашего приложения. Они не содержат логики, и они просто используются для того, чтобы типизировать какой-то набор данных. То есть то же самое, что массив, просто в виде класса. Да, оно на первый взгляд кажется непонятно зачем и сложно, но с PHP 7 работа над объектами была проведена очень большая, и они работают немедленнее, чем массивы, но это вам поможет лучше понимать, что происходит в вашем коде. Ну и, соответственно, реализация такого address DTO может выглядеть таким образом. Мы имеем набор свойств и какой-то именованный конструктор для того, чтобы собрать этот набор свойств из массива. Соответственно, в клиент-контроллере мы создадим этот address DTO из нашего запроса, который приехал, передадим его в метод change address, там он будет принят и соответствующим образом обработан. Это гораздо более читабельно, чем работать с массивами, и вам поможет даже ваш любимый PHP-шторм тем, что он будет подсказывать, какие методы и какие свойства доступны в этом объекте. Мы закончили с инфраструктурным слоем, на котором у нас разместился сервис работы с инвойсами, DTO, invoice repository и так далее. Но что у нас осталось для аппликейшн? Да, по сути, ничего. Там маршрутизация запроса, конфигурация приложения, конфигурация dependency injection контейнера, и все, у нас пустые контроллеры. Но давайте возьмем более глобально. Приложение у нас разделилось на слои. Эти слои независимы ни от базы данных, ни от фреймворка, который вы используете, покуда это нужно. Код действительно получился более выразительный. Мы по коду видим, что происходит с событиями в домене. Мы не придумываем работу с данными для того, чтобы этой работой эмулировать действия домена. Мы делаем что-то с доменом, а потом уже в репозиториях как-то реагируем на эти изменения и изменяем данные. Это похоже на объектно-ориентированное программирование, и каждый слой все-таки может быть протестирован. Но все ли так хорошо? На самом деле проблем есть, и проблемы довольно большие. Это довольно сложно понять. Входной порог домен-древен-дизайна существенно выше. Работа с данными на порядок сложнее. Если вы никогда это не практиковали, нужно будет попробовать это на каком-то PET-проджекте, потестировать, чтобы понять, как этим пользоваться. Соответственно, пока вы будете это делать, вы наткнетесь на большое количество нюансов реализации, и вас будут очень волновать вопросы, так называемые cross-cutting concerns. Это те проблемы, которые возникают, когда ваше приложение слоеное, и вы не знаете, где вы хотите разместить валидацию или логирование. Валидация нужна сверху донизу. Мы хотим и на уровне DTO вроде как провалидировать, и в сервис вроде бы хорошо, если бы валидированные данные пришли и там. Ну, то есть вот куда эту валидацию поместить? А кто его знает? С логированием то же самое. Логировать можно на каждом уровне, в разные хранилища логов, но нужно ли это? И так далее. Эти вопросы возникают, и это темы для отдельных больших докладов, и есть некоторые варианты решения этих вопросов. Есть разные архитектуры. То есть то, что это было показано на луковой архитектуре, это не говорит о том, что вы должны делать именно так. Есть варианты решения с гексагональной архитектурой. Вы можете… Ну, в общем, это отдельная большая тема. И если у вас у бизнеса простая логика, вам домейн древний дизайн, скорее всего, не нужен. Вы этим привнесете себе больше сложностей на реализации, чем профитов от поддержки. Может получиться переабстрагирование. Если увлечься интерфейсами, будет сложно. Вы будете везде таскать за собой эти интерфейсы. Если особенно модель изменяется постоянно, вам придется их поддерживать, актуализировать. И особенно если вы свою доменную модель будете использовать в нескольких проектах одновременно, что также возможно. Доменная модель может быть выделена в отдельный репозиторий и использована в нескольких приложениях. Ну, в общем, это добавляет своих проблем. Ну, и, в общем, сложно натягивается домейн древний дизайн на бедную процессами модель. Если мы возьмем такую штуку, вот у нас есть проект, который разрабатывается, как привыкли, ad hoc, вот MVC, как мы в самом начале сделали, то он в самом начале очень простой. Вам потребуется 10 минут для того, чтобы написать вот этот экшен, и он будет работать. Ну, еще 15 минут, чтобы базу заполнить. Но со временем жизни проекта эта кривая будет расти не столь предсказуемо, сколь при домейн древний дизайне. То есть в какой-то момент сложность, если не будет рефакторинга должного, дорастет до критической и пойдет очень резко вверх. С этим проектом будет сложно совладать. Вы будете тратить очень много времени на его поддержку. Домейн древний дизайн, в свою очередь, он более предсказуемый в плане увеличения сложности, потому что он достаточно сложный с самого начала. И тут такой нюанс, что, возможно, вот этого пересечения ваш проект не встретит. То есть он или не дорастет до этого времени, или его убьют еще раньше. Ну, в общем, всякое может произойти. Если вы начнете разрабатывать по DDD, не зная, что он дорастет вот до туда, не прогнозируя это, возможно, он вообще никогда не запустится. Вы там интерфейсов наделаете, скажете, ну вот, короче, интерфейсы. Ну, абстрактно, но не работает. Есть очень простой способ узнать вот это вот место пересечения. Это константа. В общем-то, это все, что нужно знать о том, когда применять DDD, а когда нет. Вот если вы умеете угадывать эту константу и понимать, что до этой константы дорастет ваш проект, и от DDD вы получите профит. Вперед. Нет. Лучше лишний раз подумайте, попробуйте на своем маленьком проекте, поиграйтесь и поймите, нужно ли оно вам и хотите ли вы с этим жить. DDD бывает каноничный и неканоничный. Мы сегодня рассмотрели более каноничный DDD и на 80% проектов это на самом деле оверхед, который вообще не стоит потраченных усилий. Но, во-первых, это не повод учиться, потому что Domain Driven Design приносит нам больше рекомендаций, чем правил. И если мы от этих правил будем как-то чуть-чуть отступать, но все-таки преследовать идею, мы можем получить систему, которая будет достаточно проста. Да, она будет не такая каноничная, вы не сможете показать ее Эрику Эвансу, сказать, сотри, во. Но мы не на Java пишем. Поэтому смотрите на рекомендации, извлекайте из них то, что вам кажется адекватным для вашего проекта, не делайте лишнего. Не бойтесь создавать большого количества маленьких классов. Domain Driven Design весь о маленьких классах, они делают какую-то конкретную работу. Вот, допустим, вам в счете нужно реализовать такую логику, что если добавляется новая позиция, а эта позиция уже есть в счете с другим количеством, вам нужно их объединить. То есть мы можем для этого создать отдельный класс Build Positions Merger, например, в котором реализовать логику. Этот класс может быть тестируемый. Не бойтесь складывать такие мелкие вещи в отдельные классы и композировать их вместе. Идеи с Domain Driven Design можно и нужно использовать по кускам, даже если вы работаете с ActiveRecord, это возможно. Entity Aggregate – это ваши обычные модели ActiveRecord, в которых просто есть ясные методы. Вы не просто делаете доступ к публичному свойству, статус инвойса и назначаете до строку. Вы можете сделать то же самое через метод, и оно будет работать. Data Transfer Object – это формы, которые вы можете реализовать на вашем фреймарке, вы можете реализовать их простыми классами. Но факт в том, что вы работаете с данными, которые вам приезжают с фронт-энда, не в контроллере. Вы не в контроллере их преобразуете в нужную структуру. Вы их преобразуете снова в отдельных маленьких классах. Сервисы – это то, что вам поможет наносить сложности из контроллеров и моделей. Не бойтесь их создавать и использовать. Они тестируемые, они поддерживаемые, если нужно расширяемые. И репозитории. Вот в V, например, есть такая штука, как ActiveQuery. И мы можем реализовать там методы, которые будут ясно описывать условия, что мы хотим выбрать. Можем писать invoice find, ну и дальше написать expired. И, соответственно, там уже будет сокрыта логика того, как мы это будем доставать из базы данных. В общем, не бойтесь экспериментировать. Начните с малого. Думайте, нужно ли оно вам. Проверяйте. Литература на почитать. Она будет в слайдах. Сможете открыть их. Спасибо большое. По QR-коду на JoinedIn буду рад отзывам о докладе. Мне это очень важно. Я хочу сделать его еще более понятным, чтобы еще больше разработчиков писало лучший код. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ